В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Выбрать будущую профессию. Саровские школьники вновь приняли участие в проекте «Профтренд». Эскизные спектакли по пьесам современных драматургов. Саровский драмтеатр готовит новый проект. Долгожданная победа. Хоккейный клуб Саров принял на своем льду команду из Китая. Далее расскажем обо всем подробно. Дом ученых собрал в своих стенах десятки специалистов в области физики. Прочитать свои доклады и послушать коллег пришли не только сотрудники ядерного центра. Виктор Грязнов приехал на межотраслевой семинар из города Черноголовки Московской области. Он принимает в нем участие не первый год и каждый раз с удовольствием выступает в Сарове со своими научными докладами. Я думаю, что они неценимы, вот эти вот семинары, потому что здесь собирается круг людей, которые занимаются этими вещами и обмен мнениями, обмен последними результатами, он, конечно, без него просто нельзя обойтись. Среди слушателей оказались как те, кто только начинает свою деятельность в этой сфере, молодые специалисты, студенты магистратуры Саровского физтеха, так и те, кто посвятил физике и газодинамике большую часть жизни. Валерий Николаевич Герман проработал в ядерном центре 50 лет и пришел на семинар просто ради удовольствия. Очень приятно встретиться со своими бывшими сотрудниками. Если вы обратили внимание, здесь много встречаются, группки разговаривают, но не виделись долго. Очень приятно общаться с нашими коллегами. Обмениваться опытом с коллегами участникам предстоит в течение трех дней. За это время они успеют заслушать и обсудить более 20 докладов. О гостей города ждет еще и экскурсионная программа. Осенней депрессии не существует, утверждают американские ученые. Исследователи попытались доказать, что плохое настроение и состояние апатии никак не зависит от времени года. Безусловно, осенью люди страдают от нехватки солнечного света, но, по мнению экспертов, это не депрессия. Однако с наступлением холодов многие обращаются за помощью к медикам и психологам с жалобами на обострение хронических заболеваний и ухудшение настроения. Наша съемочная группа выяснила, как справиться с осенней хондрой. С первыми желтыми листьями и холодными дождями многим людям становится тоскливо и все валится из рук. Так начинается осенняя хондра. Главная причина этого состояния – недостаток света. Солнечное голодание снижает жизненный тонус, из-за чего некоторые люди становятся вялыми, заторможенными, испытывают эмоциональный дискомфорт. Первое, если мы говорим о том, что меняется световой день, значит, важно окружить себя каким-то ярким светом. Наверное, об этом нужно позаботиться самому. И, может быть, больше освещения. Если выдаются солнечные осенние дни, побольше гулять, наслаждаться этими осенними днями. Осеннюю хондру можно прогнать и с помощью ярких красок. Ученые доказали, что цвета действуют на человека по-разному. Одни успокаивают и настраивают на позитивный лад, другие, наоборот, возбуждают и обостряют чувства. Например, оранжевый поднимает настроение, фиолетовый – это цвет воодушевления, красный – символизирует энергию и творчество. Вот подумайте, где вы можете расставить такие цветовые акценты, на которые бы вы как-то поглядывали, которые были в поле зрения. Они действительно будут очень поддерживать и вдохновлять. Елизавета Пичугина любит ярко одеваться. Она считает, что осенью – это главный способ в борьбе с тоской и унынием. Настроиться на позитивный лад ей также помогают музыка, любимые фильмы и хобби. Но радость живого общения, по мнению девушки, ничто не может заменить. Побольше гулять и проводить время с друзьями. Это, мне кажется, самое лучшее, что может быть в осенних хандре, способы. Потому что друзья не всегда веселят. Психологи советуют не зацикливаться на смене времен года и непогоде, а использовать этот период для того, чтобы успокоиться от бешеного ритма, сделать определенные выводы, помечтать и двигаться дальше навстречу новым впечатлениям. Превратить свою жизнь в праздник можно даже осенью. Получить информацию о платных услугах клинической больницы номер 50 теперь можно, обратившись по новому номеру. На сайте КБ появилась информация о том, что в справочной службе платных услуг теперь действует следующий телефон – 95519. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчан приглашают на всероссийский географический диктант. Проверить свои знания можно будет 11 ноября в школе номер 5, которая располагается по адресу улицы Александровича, дом 16А. Также написать диктант можно в режиме онлайн. Вопросы будут опубликованы на официальном сайте проекта. По словам организаторов, задания этого года будут отличаться от заданий предыдущих лет. Вопросы станут менее сложными, рассчитанными на сообразительность и умение мыслить логически. Написать диктант могут все, кому уже исполнилось 12 лет. Более подробная информация по телефону – 5 50 53. В Сарове стартовал конкурс рисунков в стиле аниме. Его проводит школа информатики «Вектор Плюс Плюс» с целью выбрать себе новые символы. Работы, а это должны быть изображения мальчика или девочки, будут принимать до 12 ноября. Лучшие персонажи станут талисманами школы и будут размещаться на сувенирной продукции. Более подробную информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте sorov24.ru. В четверг, 25 октября, в детской школе искусств номер 2 откроется областной фестиваль керамики «Живая глина». Гостей ждут экскурсии по выставке, мастер-классы по ручной лепке, росписи и гончарному делу, а также выставки методических работ. Для участия в мастер-классах необходимо предварительно записаться по телефону 951-84. Детскую школу искусств номер 2 можно найти по адресу улицы Силкина, дом 10, дробь 1. Шесть педагогов с разным стажем и взглядами на жизнь. Более 30 школьников, мечтающих стать учителями. Честный и откровенный разговор между теми, кто хочет получить знания, и теми, кто готов ими поделиться. Во Дворце детского творчества прошло первое в этом учебном году заседание дискуссионного клуба «Профтренд». На встречу в рамках проекта «Профтренд» с учителями школ города пригласили только тех ребят, которые уже в седьмом классе решили свое будущее связать с работой педагога. История такого выбора у всех схожих вдохновений пришла во время урока у любимого преподавателя. Екатерина Митясова себя видит в кабинете русского языка и литературы и уже сейчас набирается опыта в стенах родной школы. У нас вся женская линия в моей семье – это учителя. Я уже как-то внимаю от бабушки, от мамы и уже как-то более-менее общаюсь с учителями на одном уровне. И они вызывают меня к доске и говорят, вот давайте нам Катя сегодня объяснит эту тему. Она готовилась и меня все слушают. Виталий Казарес – один из тех, кто пришел на «Профтренд» с другой целью – максимально объективно и интересно рассказать про свою профессию. Сам он на карьере педагога никогда не думал и учиться пошел в Саровский физтех. Изначально я не пошел на педагога, я пошел в наш Сарфти. И в этот же момент я пошел работать параллельно в третьей лице и лаборантом. И я просто шесть лет там работал и в первые два года я понимаю, нет, это не мое, я должен ходить в Сарфти и должен идти педагогически. В форме диалога ребята и учителя обсудили вопросы, как стать хорошим учителем, каких учеников больше любят преподаватели и как идти к своей мечте. Некоторые ответы ребят порадовали, какие-то нет. Главный результат этой встречи – один теперь школьники, выбор своего жизненного пути сделают более осознанно. В честь юбилейного сезона в Саровском драматическом молодые актеры решили подготовить новый и достаточно необычный проект «Везде театр». Он призван показать зрителю универсальность этого искусства, благодаря которой в импровизированную сцену можно превратить практически любую площадку. Будь то музей, библиотека, цех завода или даже перрон вокзала. Проект «Везде театр» будет интересен всем, кто хочет поближе познакомиться с творчеством современных драматургов. Буквально несколько минут назад городской музей покинула очередная экскурсионная группа. Выставочные залы опустили и у артистов Саровского драматического театра есть время исследовать пространство. Первым показом проекта «Везде театр» станет эскиз спектакля по пьесе Иванова-Рыпаева «Уфо». Мы хотим расширить рамки и границы театра в городе, буквально выйти за формат сценического пространства и предложить совершенно иную форму общения со зрителями. Та самая иная форма общения со зрителем будет решена с помощью нетипичных театральных приемов. Сцена зала городского музея, зритель будет путешествовать по ним вместе с героями пьесы. Автор проехал полмира от США до Австралии. Он нашел и записал истории реальных людей, имевших контакт с НЛО. Участники проекта стараются не раскрывать тонкости подготовки и содержания постановки. Даже на съемках тизера минимум информации ясно одно – речь пойдет об НЛО. Зрителям расскажут несколько историй о людях, вступивших в контакт с внеземными цивилизациями. Это новая форма, которую не привык видеть саровский зритель. Это близкий контакт со зрителем, очень близкий. То есть он видит все твои эмоции вот здесь и сейчас. Автор идеи Евгений Цапаев отобрал для проекта «Везде театр» три пьесы современных драматургов. И решил, что персонажи Ивана Ворыпаева отлично впишутся в интерьер выставочных залов городского музея. Форматы места показа следующих эскизов держатся в секрете. Театр – это не место театра, это искусство, это девиз нашего проекта. Мы хотим показать и доказать не только себе, но и зрителям, что театр может быть абсолютно универсальным и не иметь никаких рамок. Показ первого эскиза проекта «Везде театр» пройдет 15 ноября в городском музее. Билеты на постановку по пьесе Ивана Ворыпаева можно взять в кассе Саровского драматического театра. Вход свободный, количество мест ограничено. В спорткомплексе «Авангард» завершилось первенство по баскетболу в рамках спартакиады ядерного центра. На протяжении месяца за звание лучшего боролись 12 сборных. В финале встретились спортсмены из команд «Союз» и «Старт». Как проходили игры за первое место и как распределились места на пьедестале почета, расскажем в следующем репортаже. Игра выдалась динамичной, богатой на острые атаки и интересная комбинация. Дмитрий Климов считает, что в баскетболе важна именно командная игра и заброшенная в корзину мяч – это итог результативных передач товарищей. Соперник он знает очень хорошо и готов к тяжелой, но справедливой борьбе. «Соперник у нас очень серьезный по финалу. Это неоднократный победитель спартакиада вне по баскетболу. И на протяжении последних лет он занимает все время практически первое место. Нам будет очень трудно в финале». Дмитрий играет в баскетбол уже более 20 лет и за эти годы вычислил для себя формулу успешного матча. Для победы важна не только хорошая физическая подготовка, но и психологическая устойчивость. Так как баскетбол учит сражаться до конца и быть хладнокровным в любой ситуации. Иногда один точный трехочковый бросок помогает команде вырваться вперед и решить исход игры. «Игры порой складываются не очень легко. Психологически сложно выдержать те 40 минут игры. Бывают очень напряженные концовки, где буквально одна-две ошибки могут повлиять на исход матча». Спартакиада по баскетболу традиционно собрала 12 команд из различных подразделений ядерного центра. Почти месяц и выходные дни работники предприятия на спортивной площадке выясняли, чья тактика и стратегия ведения игры наиболее успешна в борьбе за владение баскетбольным мячом. «В этом году были созданы две группы, по шесть команд в группе, из которых выходило четыре сильнейших команды, и они играли уже полуфинал в финал». Борьба за первое место закончилась со счетом 76-50 в пользу «Союза». Команда «Старт» стала серебряным призером. Тройку лидеров замкнула команда «Буревестник». Четвертое место у сборной завода «Авангард». Около двух недель хоккейный клуб «Саров» провел на выездных играх. И, наконец, наши спортсмены вернулись в родные стены. Соперниками «Саровчан» в последних двух домашних играх стали хоккеисты из Китая. В первом матче исход игры решила шайба, заброшенная в овертайме. И хоккейному клубу «Саров» не удалось вырвать победу. Но в этот раз саровские спортсмены прервали затянувшуюся серию неудач. Лед буквально плавился под ногами хоккеистов обеих команд. В первом периоде «Ценктоу» решительно атаковал саровских спортсменов и на первых минутах распечатал ворота соперников. Но хоккейному клубу «Саров» удалось забросить ответную шайбу. Второй период прошел сухую, а вот в третьем командам удалось забить еще по одному голу. В итоге основное время закончилось со счетом 2-2. «Просто сегодня уже на удивление интересно смотреть и болеть за нафиг хоккеистов». «Игра равная. Шайба может взлететь, как и в те, и в наши ворота. Я все-таки думаю, что наши победят». «Мы победим однозначно. У нас других вариантов нет. Сегодня выиграем. Мы играем сегодня». Определить победителя матча не удалось и в овертайме. И началась самая интересная серия буллитов. Исход игры решил удар саровского спортсмена Владислава Грибова. «У нас тренер по вратарям есть. Он говорит, как вратарь стоит. Ну и пацаны тоже сейчас подсказали маленько». Победа в этом матче очень значима для наших спортсменов. Им не просто удалось одолеть сильного соперника, но и прервать затянувшуюся серию неудач. Тренеры команды из Китая отметили, что проиграли отличной команде, заслужившей победу. «У нас сегодня игра, честно говоря, откровенно говоря, не получилась. Сыграли на уровне только первый период. В остальном сделали очень грубые ошибки. Много было, считаю, что грубых ошибок. И две из них завершились заброшенными шайбами нашего рота». Эту победу наша саровская ледовая дружина посвятила своим болельщикам и приглашает их на следующий домашний матч, который пройдет 9 ноября против команды «Ишталь». А уже 28 октября наши спортсмены скрестят клюшки в Казахстане против местного «Торпеда». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.